Я говорю о политике, которая ведется последние 10 лет, которая вообще не ставит себя приоритетом создания рабочих мест, развития производства, развития науки, созидания. Вообще же это не приоритет никакой. И там не важно, там правительство Медведева, Путина, Фродкова. Мотивации у министров нету защищать, создавать условия для производства здесь. Никакой. Кто договаривался об условиях вступления в Медведков, Греф, Кудрин, Чубайс? Почему они закрепили вот такие неравные условия? А им вообще по барабану состояние российского производства. Их последователи же до сих пор в правительстве сидят. Программу субсидирования, которую сейчас обсуждаем мы с правительством, пишет Минсельхоз. Зам.министра Юрьев, такой ответственный за это все дело. Я ему говорю, благодаря вам, в кавычках, благодаря снизили в продаже в два раза сельхозтехники. Он говорит, меня это вообще не касается. Я за сельское хозяйство отвечаю. Как у вас там сельхозмашинное строение вообще по барабану. И с таким подходом, что без разницы, что будет происходить в деревне, что будет происходить на заводах. С такой позиции и были созданы эти условия вступления в ВТО. С ВТО главная проблема в том, что заморозили или установили для России неравные условия конкуренции между российскими производителями и зарубежными. Особенно это сельского хозяйства касается. Европейцам или американцам можно поддерживать свое сельское хозяйство на сотни миллиардов долларов. А России можно на 4,4 миллиарда, что меньше, чем в Швейцарии поддерживать. При этом наш рынок должен быть открыт. Нельзя его защищать. Нельзя поддерживать экспорт. Нашим зарубежным пространам можно, и они поддерживают. То есть такая полная дискриминация. Субсидии в пересчете на 1 гектар в сельском хозяйстве в Европе в 40 раз больше, чем в России. И изменить эту пропорцию нельзя. Они не будут снижать, нам повышать нельзя. Рынок, повторяю, открытый. И неравные условия конкуренции закрепляют депрессивное состояние нашего сельского хозяйства. И то же самое относится к машиностроению. Те же самые люди, которые нас втянули в ВТО, они сделали нам кредитные ставки. 12% годовых сегодня не стоит. В Европе 1,5% годовых. И нам говорят, вот конкурируйте, защищать рынок нельзя. Пожалуйста, все должно быть открыто. Худший вариант, и он вполне реалистичный, что Россия пойдет по пути Украины. Там нет сельхоз, машиностроения. Фактически все нет. Не производят ни комбайнов, хотя они были мощные производители. Ни тракторов, фактически, хотя они были мощнейшие производители. Все спилили в металлолом. Ну, что-то выращивают, подсолнечник, какие-то вот такие нишевые культуры. Такая всеобщая апатия, бесперспективность. Вот это вот худший сценарий для нас. Это невозможно. Мы идем по нему. Я говорю, за год, вот в этом году, вот сейчас вот, этой зимой, в сельхоз, машиностроении, три завода исчезли. Спасибо.